библия я понимаю потому что мусульманам надо уверовать во христа что он спаситель мира а у вас называется он просто пророк да да вот видишь как вот что открывать можно внутри что открывать можно внутри что-то я не понимаю володя можно книгу куран открывать можно открывать вот так вот я не буду глядеть так открою вам что видно было вот так но это я открыл так я не глядя открыл подожди да да это а вы читаете этого написано так в библии деяния апостолов 4 глава 12 стих а так как по вашему сура и ает нет другого имени под небом кроме имени иисуса христа которым надлежало бы нам спастись он у вас и сад называется а его мать мария мария он умер за нас он пришел во плоти пришел родился и кто не исповедует христа пришедшего во плоти из духа антихриста пишет его возлюбленный ученик иоанн в первом и втором послании так что мы появились наша книга появилась на 1600 лет еще до нас да еще 600 добавить на 2200 лет позже ваша книга пришла чем наша и поэтому откровение остается в силе за это и умирали и мы верим христос умер за нас и воскрес для нашего оправдания это город наш барнаул алтайский край да я лапкин игнатий тихонович православный проповедник миссионер у нас была большая миссионерская поездка мы прошли 6 мусульманских республик и турцию и в баку остановились ночевали в доме мулы они очень грамотная жена их прекрасная женщина она имеет запрещаемый университет и консерваторию музыкальную и мы все это записали ролик стоит как мы беседуем 623 послание к римлянам там написано так у них библия на столе лежит и коран там написано так нет возмездия за грех смерть с этим согласились все мусульмане смерть вот согрешает человек там блудит убивает ворует смерть с этим согласились все ну а дальше написано а дар божий жизнь вечная во христе иисусе вот на эту тему мы беседовали мы ходили в мечеть там молились а там где такой список был мне господь позволил написать 38 томов книг 38 я их дарил во все библиотеки и там за заходим мы сейчас кажется кайспис город там как бы второй этаж и так стрелкой написано комнаты для намаза а директор да мы вот там это мусульмане потому что там у нас везде женщины библиотекарь а там мужчина такой суровый видно что мужчина настоящий поговорили он с нами сфотографировался подписал бумагу я книги дарил мы посетили до лиссабона от ладивостока 650 городов прибалтику скандинавию север мы говорим а вот комната для намаза там можно помолиться но она на замок закрыта он телефон сразу взял позвонил открыта дверь пожалуйста и сам улыбается мы подошли разулись как положено у них у мусульман то и зашли стали молиться просить мира дагестану поднимали руки кланялись помолились вышли нас никто не трогает и вот мы проехали ну представь себя от владивостока до лиссабона тихого до атлантического океана и нам везде встречались мусульмане ну один-два или там дороги ремонтирует а мы как выйдем из города палатку расстилали до стархан и молились а они рядом работают мы уверены были когда мы молимся здесь нас никто не тронет они за нас заступятся они любят когда люди молятся это я точно знаю а у нас община такая православная вот если зайдете увидите женщины девочки все как хиджабе и платья до полу и когда ваши тут работают где-то они увидят наши сестры мусульманки мы гордим это православные нет это наши сестры они похожие одеты точно так же ну у нас это древняя форма такая ваша эта форма она позже взята она такая же и так что у нас беседы бывает и у нас есть мусульмане приезжают принимают крещение делается православными христос будет судить мир христос умер за нас я всем рассказываю щенгиз айтматов это писатель мусульманин в киргизии лауреат государственной премии герой социалистического труда ну понятно это хороший писатель был и он написал роман плаха плаха ну и приехала к нему корреспондент из литературной газеты и спрашивать его там называют я сейчас не знаю как у ахматович или как щенгиз почему главный герой у вас христианин там калистрат какой-то а не мусульманин а он отвечает мухаммад много хорошего сказал и сделал но умер за грехи людей христос а это большая разница одно дело я там подам тебе одежду с ним а другое дело умереть вместо другого вот такой ответ дал мусульманин щенгиз айтматов можно дядя еще раз вот так урана показать они под эти вы читаете его что показать можно открывать а да пожалуйста но я не гляжу от меня открыто я просто открываю дело в том что у меня сейчас скажу 38 книг и один том посвящен корану я его разбираю по сурам аятам сравнение с библией и и и это считается лучший перевод гибраисты которые знают там и люди которые знают арабский язык да спасибо я я получил его ходил в йеменское посольство в москве йемен йеменское посольство москве да но я в барнауре нахожусь но я в москве был когда-то там в америке ездил и господь позволил мне это вот я когда был когда получили вид корана извини перебиваю что коран когда получили в москве ну это было я сейчас скажу девяносто втором году я в америку ездил в это время имел время свободное гуляла там посольство и я зашел к ним девяносто втором девяносто втором это стоит да у вас ну вот как сказать у меня много друзей мусульман то и мы когда беседуем мулан здесь есть барнауле у них большая мечеть здесь у нас очень хорошее межрелигиозное отношение у нас нет вражды здесь мы все живем дружно здесь у нас не взрывов нету ничего нету это алтайский край южнее новосибирска алтайский край до 3300 километров от москвы 3300 и 300 вот поэтому мы говорим что господь любит мир и мы свидетельствуем людям вот мы были во франции когда ехали я книги дарил библиотеке мира везде и там молодые люди подошли мусульмане тоже побеседовали а однажды в горах ехали уральские горы переезжали а там ночевать можно но там неприготовленное место и вот у нас газель машина и тоже такая же почти газель останавливается из нее выходит юноша ну видно что молодой молодой там лет 18 он сразу расстелил под ноги и стал молиться а я говорю вот издалека я вижу это мусульманин у нас если едет один на машине православный выйдет молиться это почти никогда а то мы верующие мы едем молимся и проще а у них это с детства приучили его к этому он твердо держится за это я просто говорю научение о дисциплине мне это очень нравится мы тоже вот мы не пьем у нас нету ни вина ничего мы не едим свинину у нас мясо вообще никакого нету никакого и вот я когда был осужден за слово божие я насчитал библию там другие книги 50 книг и меня судили посадили в тюрьму я прошел пять тюрем и в лагере отбывал в лагере был среди мусульман город жанатар жамбульская область казахской сср я мусульман знаю не не понаслышке рядом были мы были и у нас хорошие были там отношения они мне помогали я это все вспоминаю в сердце своем у меня была библия там в лагере когда нужно читали один подошел мусульманин то ну я вижу что говорит очень хорошо по-русски то ну думаю евангелие то он не не считал так подумал я а когда стали говорить он это может задать вопрос я думаю учен вопрос то какой-то 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 легонький а он задал мне такой вопрос который можно задать только богослов православный как произошло за разделение по филиоквы я так посмотрел на него ты смотри какой как глубоко зашел но я отвечаю ему разница между католиками православными в символе веры так что не спеши говорю делать выводы вот как вот у меня я был в лагере а там и ну все начальство все мусульмане а меня привезли когда надо бороду сбривать в лагере нельзя я плащу у меня слезы текут меня парикмахерскую завели подстригает чеченец пришел начальник куда римов или куда я сейчас не знаю капитан он по политотдел они расстелили большую простынь и на простыне меня стали бороду снимать а я ее собрал и в платочек и мне разрешили это делать у меня две бороды сейчас одна в конверте а другая на мне а мусульманин этот стрижет меня чеченец а руки дрожат вот так вот я говорю он говорит а меня аллах не накажет за это что я делаю я так ты под их подчинением ты же не сам по себе на тебя греха нет на это за это вот какие мои воспоминания мусульманах а у меня дедушка был дедушка у меня мать мария егоровна а он и город ларионович поселок карповка тюмен соскара его на алтайского края и он жил маленько так бы как бы на выходе на выходе из деревни то а там какие-то казахи проезжали мусульмане то ну а кто они мусульмане и мы пить никто не даст ну да из другой кружки то а он их всех принимал они у него ночевали эти мусульмане то у меня еще корни такие есть и он их там кормил а у деда была пасека он меду давал им ну и как-то коснулась он поехал и попал в их аул они узнали что он едет они что-то по-своему говорят загоркатали там закричали его с телеги стащили и на руках через весь аул несли и говорили этот человек нас принимал кормил поил понятно то есть это у них чувство благодарности очень развитого мусульман это у нас точно так же и мне дед это рассказывал ушли у вас только глаза видать повыше поднимитесь вот так видите как и мы и мы говорим о христе о спасении что христос умер за наши грехи как не совсем не едим ну кто то есть наши но это у нас отдельно мы церковь зарегистрировали никак не едим у нас рыба есть мы строим строим православную деревню с нуля получили статус храм построили школа государственная все за свой счет 28 лет строим и государства ни одного рубля не дала а я начальник детского лагеря основал лагерь православный 45 лет теперь еще три года 48 лет не рубля не дали а все время давили и давили нас потому что православная а у нас строгая дисциплина так а у меня были там в лагере мусульмане и кого только не было и баптисты и католики евреи цыгане мы молились все я говорю вы как молитесь а мы вот так молимся молись так как можешь а мы так молимся ходили в храм мы их учили детей всему чтобы умели работать были дружны раз шесть купались в день на лодках плавает на лошадях ягоды собираем государство не нравилось это мы не соответствуем их канонам ну туалет у нас обыкновенная надо там мраморная а где я возьму рубля то не дали ни одного и господь защитил вот если вы зайдете на наш ресурс он называется во свете библии во свете библии игнатий лапкин это я вы там найдете отдельные места где мы ехали по мусульманским республикам мы все засняли по турции мне сильно понравилось турции какой работящий народ как они все умеют делать там как будто бы в китае такие площадки с террасы и залито рис там море подмывают они там как его это закрепляют и тут их нанимают в россии всегда турки эрдоган там у них мы за него молимся мы каждое утро молимся и господи пошли миссионеры христианам язычникам мусульманам и буддистам и чтобы правители издавали мудрые законы чтобы люди могли достойно жить что было из чего уделять нуждающимся владимира путина димитрия дальше на перечисляем дональда америка и здесь который у нас в россии владимира александра амана рамзана эрдогана и дару мир израилю россии украине сирии где война идет мы каждый день молимся об этом за правители которые христианские мусульманские вы опять ушли вниз глаза только видать вот такая наша жизнь а если вы по скайпу зайдете игнати лапкин я могу эти ресурсы вам скинуть вот мы живем от города барнаула 150 километров и к нам иногда мусульмане приезжают так картошку покупать или что-то мы встречаемся иногда я говорю вот у нас барнауле очень спокойная обстановка глава города раньше собирал всех религиозных деятелей и мусульмане приходили это их руководство на что на каком скайп на каком во свете библии называется игнатий лапкин скайп игнатий лапкин просто и все зарядить и вы на меня выйдете дело в том что примерно если благополучно будет я может быть даже сегодня к утру выставлю наш разговор с вами мусульмане не все скажут такие упу уперты а вот человек который может разговаривать и слушать вот так что покажи да снимать до коран вы первые а у меня встреч много тысячи встреч видишь как мы утром я захожу щетру летку я помолился господи пошли нам хороших людей не голых чтобы можно было поговорить чтобы не пьяные валялись вот так господь сделал если зарядите скайп игнатий лапкин запишите и вы наш разговор можете весь посмотреть у нас все записывается у меня очень большой youtube 16900 роликов он говорит у него камера тоже все записывает тоже записывают это очень хорошо молодец как вас звать мухаммад володя ну-ка иди переведи мухаммад и мухаммад да благословить тебя господь милостью своею слава христу с богом отключайтесь до свидания